Привет нашим подписчикам и новым зрителям канала цветочной декорации РФ. Мы продолжаем готовиться к новому году и создавать новогодний декор. Сегодня у нас мастер-класс по созданию такого декора. Декор подобный может служить для, допустим, украшения подоконника или просто композицию из подобных элементов расставить по интерьеру. Если у вас осталась мишура с прошлых лет, то обязательно используйте ее в подобном декоре. Придайте ей новую жизнь и эта мишура заиграет абсолютно другими красками. Потому что, как вы, наверное, заметили, сейчас на елках очень мало используется в украшении мишура. Но вот, пожалуйста, ей нашли применение. Здесь мы использовали, как я уже сказала, мишуру, небольшое количество декора, старую картонную коробку и немного фоамирана. И все. И вот вы видите результат. Перед началом мастер-класса давайте проверим, подписаны ли вы на наш канал, поставили ли вы нам лайк. Обязательно это сделайте, потому что это поддерживает нас и развивает канал. И мы будем продолжать творить и выкладывать для вас различные видео. Пишите, пожалуйста, комментарии. Нам очень интересно ваше мнение, ваши отзывы. Все разные, абсолютно мы на все отвечаем, все читаем. Все, не буду вас больше мучить. Давайте приступать. Для изготовления декора нам потребуется... Я сходила в Ашан, специально сохранила чек, чтобы рассказать вам, что сколько стоит. Значит, это мишура. Выбрала вот такой темный синий и золотой цвет. Сейчас нам есть два оттенка. Покраснее золотой цвет и более желтый. Я вот взяла вот такой. Он более желтый. Такой, знаете, как бы приглушенный золотой. Так, значит, мишура стоит 70 рублей. Я тут их взяла по две штучки на всякий случай. Потом еще вот такие шарики для декора. У нас много различных шариков, но пока мы делаем различный декор, они все куда-то исчезают. Поэтому при случае я докупаю. Маленькие шарики всегда берите. Они лишними не бывают. Куда-нибудь там ставить для красоты. Очень пригодится. Дальше в центр вот такую штучку. Взяла такого ангелочка в глиттере. Так, стоит он 39 рублей. Но вы можете уже его сделать самостоятельно. Я думаю, то, что есть в рукодельнике. То есть здесь мы просто вырезаем контур и засыпаем глиттером. И вот такой набор еще. Здесь шарики и снежинки тоже в глиттере. Так, здесь их 22 штуки. 22 подвеса. Значит, стоит 280 рублей. И как раз я вот эту форму звезды, форму упаковки использую для того, чтобы сделать нам шаблон. Для шаблонов нам потребуется картон. Так, горячий клей, линейка и, собственно, сам картон. Вот я буду использовать такой. Здесь нам с ним будет не развернуться. Поэтому мы пойдем на другой стол и вырежем шаблоны. Пойдемте. Возьмем картонку. Здесь у нас какую-то мы нашли. Она уже использована. Но это нам не помешает. Так, и берем нашу звезду. Напоминаю, то, что упаковка от игрушек у меня будет служить. Началом шаблона, так скажем. Но вы, конечно, можете сами самостоятельно нарисовать пятиконечную звезду, пятиконечную, шестиконечную, какую захотите. Это уже на ваше усмотрение. Здесь, по моей задумке, то, что эта форма маленькая, я хочу чуть-чуть увеличить, так скажем, масштабировать. Поэтому я возьму нашу форму, положу ее в центре, чтобы у меня было место. Обвожу. И каждый сейчас, каждую грань мне нужно будет сместить. Так, изначально у нас где-то 33 сантиметра. Я хочу увеличить еще на 3 и еще на 2. В интернете достаточно мастер-классов и вообще, в принципе, видео. Да и вы сами, возможно, помните из урока в геометрии, как из круга нарисовать пятиконечную звезду. Чтобы сейчас на это время не тратить, я взяла за основу вот эту форму. Так, берем каждую грань. Вот, например, начинаем с этой. И я ее увеличу. Так, вот пользуюсь прозрачным угольником, чтобы я вот здесь видела. Мою грань, куда мне двигаться. Ставлю точку 3 сантиметра, 5 сантиметров. И здесь 3 сантиметра, 5 сантиметров. Так, то же самое со всеми остальными. Давайте обведем маркером. Получилась у нас звезда 52 сантиметра. Внешний контур и внутренний контур 36. 36. Здесь 43. Да, 43. 43, а вот отсюда, отсюда 36. Ну и все, нам надо вот вырезать. Вырезать, чтобы здесь была пустота. А вот это у нас осталось. Вырезаем, здесь центр вырезаем тоже, и оставляем вот этот контур. Подложим коврик резиновый, чтобы не прорезать две части. Металлическая линейка. Если у вас ее нет, и вы изготавливаете различные поделки, обязательно приобретите, потому что это очень удобная штука. Вот мы вырезали контур нашей звезды, и такую нам нужно вырезать еще одну штуку. И еще нам нужно сделать контур круга. Берем картонку, и вот я взяла за основу банку краски. Вы, соответственно, можете взять крышку от кастрюли, саму кастрюлю, тарелку и что угодно. Так, берем, обводим донышко. Здесь у нас получается примерно 25 сантиметров. Вот, ставим, обводим, находим центр и увеличиваем на 2,5 сантиметра. Тоже, чтобы нам сделать вот такой вот контур. То есть нам нужен не круг, а именно контур круга. Вот так 2,5 сантиметра. Поехали. Обводим точки. Конечно, если у вас есть циркуль, то можно использовать циркуль, увеличить круг. Но я показываю способ, да я думаю, что вы его знаете, конечно, все. Именно как масштабировать объем, форму. Таких круга нам тоже нужно будет 2. Ну и все, вырезаем также внутренний и внешний контур. Мы вырезали шаблоны наших кругов. Смотрите, здесь у меня, как видели, картонка попала на излом. Это не страшно, потому что мы приклеим волокна картона поперек. И тем самым они нам дадут устойчивость, и он не будет изгибаться. Далее нам нужно сделать ножки. Ножки и площадку. Вы можете использовать какие-то палочки. И, например, кусочек деревяшки для площадки. Для палочек можно использовать различные, соответственно, трубки. Какие-то просто кусочки дерева. Любые, то есть палочки. Я сейчас попробую это сделать из картона для того, чтобы не использовать много различных материалов. И из нее сделаю несколько полосок. Склею их между собой, и у нас будет как бы палочка. Так, по поводу высоты. Здесь на ваше усмотрение. Для звезды, то есть у меня композиция будет вот такая. То есть вот относительно пола, так скажем, да, относительно пола. Вот так, наверное, это будет 30 и 50. Да, 30 и 50. Для звезды сделаем ножку 50 сантиметров. Для кольца сделаем 30 сантиметров. Шириной полоски будут 2,5 сантиметра. О, отличная линейка. Как раз тоже 2,5 сантиметра шириной. Отлично. Значит, вот такой ширины, как линейки. Посмотрите, здесь у меня на излом попадает, вот у меня 50 сантиметров, да, на излом. Я потом их просто переверну. И буду следовать параллельно вот этим полоскам, которые есть на картоне. Вот эту ненужную часть, некрасивую часть не буду использовать. Вот смотрите, конечно, зависит все от плотности картона, который будете использовать. Но вот у нас получилось вот 3 полоски для маленькой стойки, они такие достаточно устойчивые. А вот 3 полоски для высокой стойки, они такие, здесь еще на излом, они, конечно, пляшут. И вырежем еще одну. Для основания нам нужно вырезать несколько площадок размером 20 на 15 сантиметров, тоже из картона. Вы также можете взять кусочки деревяшечек, фанеры или какой-то такой прочный материал, который мы можем... То есть нам на это нужно будет поставить нашу стойку. Я сейчас буду вырезать и посмотрю по ситуации, сколько нужно слоев для того, чтобы эта площадка была устойчивой. Вот, 4 штуки достаточно на одно основание. То есть нам нужно вырезать еще 4. Шаблоны из картона у нас получилось 4 высокие полоски для стойки, 4 поменьше полоски для низкой стойки, по 4 прямоугольника для оснований, 2 кольца и 2 звезды. Далее я начну с того, что склею между собой вот эти полоски. Наши стойки готовы. И теперь приступим к основанию. Значит, 4 прямоугольника. В трех из них, кроме нижнего, я вырежу отверстие для того, чтобы потом вставить туда... залить клеем и вставить туда наше основание. Так сделаю и с одним, и с другим. И так будет крепко держаться. Можно использовать уголок. Я сейчас буду... Вообще, много способов, как можно сюда ее прикрепить. Я сейчас буду пользоваться таким. Выбираю самую прямую, потому что, видите, эти с изломами, и положу ее вниз, чтобы у нас была четкая основа и наша конструкция не шаталась. То есть в этой я вырезать не буду, а в этих трех вырежу. Примерно по центру, чуть с запасом. Если что, потом подрежем. Вот мы вырезали здесь и здесь. Поехали склеивать. То же самое делаем с другой площадкой. У нас получились такие стойки. Пока они, конечно, не очень красиво выглядят. Но, опять же, я вам уже сказала, что вы можете использовать любую палочку сюда и, допустим, сюда кусок деревяшки. Или какую-то декоративную подставку, и у вас будет абсолютно другой эффект. Вы не будете мучиться так, как буду мучиться сейчас я, потому что я сейчас буду это все обклеивать фоамираном. Потому что хочу сделать черное. Форму можно загрунтовать и покрасить в тот цвет, который вы хотите. Можно сделать это круглое основание. Все на ваше усмотрение и на вашу фантазию. У нас уже стойки приклеились. Вот так они выглядят. Еще, конечно, остыло не до конца, но уже держится. А это вот пока еще застывает. Ну все, пойдемте за стол и продолжим изготовление. Мы подготовили шаблоны, переместились в более уютное место. И можно, наконец, заняться красивой частью изготовления нашего декора. Смотрите, я нашла у нас на наших залежах вот такой черный фоамиран. С черными блестками фирма. Вот он такой. Блестки не сыпятся. И хочу им обклеить площадку и стойку. У меня, значит, будет черное основание. Потому что я предполагаю поставить этот декор домой. А дома у нас черный пол. И будет очень красиво смотреться. То есть будет выделяться непосредственно сама шапка декора. А стойка сольется с полом. То есть если у вас белый, используйте белый. Ну, опять же, на ваше усмотрение. Вот мне хочется сделать именно черный. Вариант с тем, чтобы это просто все покрасить. Если бы у нас выглядело это все более достойно, так скажем, а не из картона. Но у нас мы зато дорезали нашу старую коробку. То можно было просто покрасить. Вот. Опять же, в таком варианте я не могу это оставить. Поэтому займусь обклейкой. Замеряем высоту. 16 миллиметров. Чтобы основание у нас тоже было красивое. Значит, поставим таким образом, чтобы у нас с каждой стороны мы могли еще добавить по 16 миллиметров. Итак, вот мы вырезали шаблончик. И сейчас приклеим. Сейчас мы проделаем то же самое с маленькой. И потом заклеим вверх и саму стойку. Нам нужно обклеить столбик. Замеряем. Смотрим, сколько у нас здесь. Так, 16 миллиметров. 28 миллиметров. 16 и 28, соответственно, тоже. Так, берем полоску и отмеряем. 28, 16, 28, 16. С обратной стороны нам нужно сделать надрезы небольшие совсем, чтобы фоамиран хорошо изогнулся. Если вы это будете делать из картона, принцип такой же. С верхней частью делаем то же самое. Внизу мы вырезаем прямоугольник соответствующие размеры нашей площадки. И отмеряем отверстие для стойки. Нужно вырезать дырочку для нашего столбика. Намечаем. Так, и все. И приклеиваем здесь. Мы посадим сейчас на место. Нам нужно приклеить звезду. Склеиваем между собой везде, кроме вот этой части, чтобы здесь потом одеть на ножку. Одеваем звезду на стойку. Нужно, как вы догадались, приклеить и прижать. То же самое делаем с колечком. Ну и, как вы догадались, обматываем наши формы мишурой. Я сделаю золотую звезду и синее кольцо. Мотаем. Поехали, поехали. Под веселую музычку. Звезда готова, нужно теперь обвить кольцо. Наши формы готовы, и сейчас осталось украсить их только декором, и все. Я это буду делать на глаз. Комментировать не буду, то есть на свое усмотрение быстренько натыкаю шариков. Вот это я сразу знаю, где будет сидеть, потому что я, в принципе, когда задумала это, хотелось мне посадить ее вот сюда, в центр. Ангелочка можно приклеить или привязать. Я привяжу на дождик. Подвешиваем шарики. Давайте прихватим клеем места, где ниточка прикасается к мишуре одной капелькой, чтобы они не съезжали. Все, и спрячем среди мишуры соединение. Такой стильный декор у нас получился. Как вы видели, мы использовали старую коробку, разрезали ее на кусочки, сделали форму, обмотали мишурой, и небольшое количество аксессуаров, шарик, ангелочек, и фоамиран нам здесь помог. Также будет очень здорово обмотать наши формы гирляндами. Мы сейчас этого делать не будем, потому что у нас гирлянды не совсем подходящие есть в наличии, но я думаю, что если вы задумаетесь сделать такой декор для себя, то предусмотрите все эти моменты, и будет тоже очень классно. Провод можно спрятать, то есть вот вокруг вымотайте, смотайте, и провод можно спрятать как раз по ножке. Я выбрала такие цвета, потому что, на мой взгляд, очень стильно смотрится. Несмотря на то, что совсем избегаю, так скажем, в новогоднем оформлении мишуры, то вот решила сделать из нее декор, и я думаю, что получилось здорово. Вы можете использовать абсолютно разные формы для такого декора. То есть здесь я сделала пятиконечную звезду и круг. Вы можете сделать, допустим, восьмиконечную звезду. Вместо круга сделать месяц и составить, наставить разные формы и сделать разную композицию. Ну, такую как бы интересную композицию, да. Используйте разные цвета, сочетания. Используйте разные фактуры. То есть здесь, вот как видите, я взяла глянцевый шарик и матовый, потому что глянцевый как бы смотрится темнее, пересекается с темным кольцом. И мне кажется, все-таки здорово смотрятся темные подставки, очень стильно. Хотя подойдут и светлый, и тоже золотой, и абсолютно любой как бы цвет на ваше усмотрение. Вы можете там красный с зеленым сделать, да, и ножки соответствующие. То есть все в ваших руках, в вашей фантазии. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Это нас очень поддерживает. Подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписан. И творите вместе с нами. До новых встреч и с наступающим Новым Годом. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok